ПЕСНЯ 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 Дорогие братья и сестры, всех ворсевично приветствуем, поздравляем с воскресным днем, с Малой Пасхой. Сегодня выпала память на этот день преподобного Силуана Афонского. Этот святой имел особенное значение и имеет особое значение, можно сказать, в новейшей истории нашей Церкви, поскольку в 90-е годы, когда было мало духовной литературы, и люди стали устремляться в храмы, вот эта книга, она была одной из первых в его жизнеописании и описание его подвига, его трудов, которое написано было архимандритом Сафроним Сахаровым. И вот многие, кто в том числе избрал для себя монашеский путь и стали наполнять монастыри, которые вновь стали открываться в перестроечное время в 90-х годах, в начале 90-х годов, вот эта книга «Старец Силуан» была таким руководством, и она была вдохновением к тому, чтобы приступить к монашескому подвигу. Преподобный Силуан жил в начале 20-го века, подвязался на святой горе Афон, и жизнь его, по-видимому, не была такой ярким подвигом. То есть он не был подобен тем старцам, которым постремлялись толпы народа, которые были популярными духовниками, он даже не имел священного сана, трудился он на такой сложной работе, был экономом монастыря, работал в мельнице Афонского монастыря, и, казалось бы, был обычный монах. И даже когда прославили его во святых, он был прославлен во святых, его почитание распространилось, в том числе и в России, сохранились многие свидетели его жизни, говорили, ну это был обычный человек, как бы ничего такого особенного, чтобы выделял его, ставил его в какой-то особый разряд подвижников благочестия, как бы и не было. А что же было, что же сохранилось? Сохранились его удивительные писания, вот они изданы, если кто-то из вас не читал, обязательно почитайте, сейчас вся литература доступна, если дорого книжку покупать, то найдите в интернете, скачайте, вот писание старца Силуана. Есть даже в аудиоформате, можно аудиокнигу послушать, это такие удивительные слова, которые были написаны этим простым человеком, он не умел ни богословского образования, он не имел ни каких-то особых ораторских способностей или писательской специальной подготовки, но он удивительно написал вот эти беседы, такие краткие афористические высказания, размышления о духовной жизни, о церкви, о благодатьстового духа, о молитве, они очень созвучны нынешнему времени, они очень востребованы, должны были бы быть нами. И вот на иконе, которая предложена сейчас для нашего поклонения, можно подойти, помолиться преподобному Силуану, приложиться к этому образу. У него в руках свиток, и в свитке как раз небольшой фрагмент одного из изречений, которые как раз сохранились вот в этих вот заметках, записках, которые он вел на полях садоводческого журнала. Там они сохранялись, эти его описания, на полях журнала садоводом. Вот слова, которые написаны на иконе, следующие. «Молю тебя, Господи, милосердный, да познают тебя Духом Святым все народы земли». Вот такой молитвой молился этот удивительный человек, этот удивительный угодник Божий. Он молился, чтобы Господь не спослал благодать Святого Духа на все народы земли, чтобы они познали Господа так, как Он открылся сердцу преподобного Силуана, так, как Он открывается нашему сердцу. И вот сейчас мы на Божественной Литургии встречаемся с живым Христом в таинстве тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. И всегда Господь пребывает с нами, когда мы делаем дела добра. Он явно пребывает там, где благоухает милосердие, где любовь, где сострадание, где подвиг веры, где христиане гонимы. Потому что в каждом гонимом христианине, в каждом человеке, который за Христа ради исполнения заповедей Божьих претерпевает какие-то оскорбления, лишения, обиды, с ним вместе страждет Христос. И вот преподобный Силуан молится и поныне молится за нас с вами, и он молится за все народы земли. А почему это актуально для нас с вами? Посмотрите, сколько вокруг нас народов земли. Здесь у нас мы живем, рядом рынок садовод, район котельники. Уже в школах, в школе, в котельнике официальная статистика. 75% учащихся – это представители народов земли. Каких народов? Узбеки, киргизы, таджики. Кого еще вспомним? Киргизов сказал. Азербайджанцы. Их много. Так вот, и мы должны молиться за них, чтобы Господь им открыл познание своей истины. А почему об этом необходимо молиться? Господь ко всем нам обращает слова. Прежде всего, к ученикам своим, да? Он говорит, идите в мир весь, проповедуйте Евангелие всей твари, всем народам. То есть, это миссия церкви, чтобы вот эти люди, которые живут с нами, и им бы открылся Господь. Поэтому вот эта память и эти слова, которые начертаны в свитке, в руке преподобного Силуана, они не просто напоминают нам о том, что он когда-то молился так. Они и к нас побуждают к тому, чтобы мы молились о том, чтобы эти люди, которые с нами живут, и уже никуда не денешься, они принимают российское гражданство, они так с нами останутся жить. Их дети учатся с нашими детьми, и их семьи большие. Наши семьи маленькие, а их семьи большие. О чем это говорит? О том, что их будет еще больше. И вот открываются мечети, например. Как быть? Многие говорят, надо как-то сделать, чтобы стоик закрыли. Не получится. С этим нам жить. А вот нам нужно подумать о том, каким образом мы, как христиане, могли бы исполнить свое предназначение, в котором наговорит нам Господь. Понятно, что не все наделены даром слова. Не все являются носителями такой благодати, которая была на преподобном Силуане, которая была на святых апостлах, которые шли, проповедовали этим людям. Мы будем молиться, по крайней мере, о том, чтобы Господь послал делателей на жатву свою, чтобы и явились такие люди, которые проповедовали бы им Евангелие. И такие люди есть, просто их не так много. А почему их не так много? Ну, потому что та среда, в которой мы, она и эгоистична, и замкнута на самом себе, мы замкнуты слишком на своих проблемах, на каких-то своих внутренних переживаниях. Даже в церкви очень много между людьми разобщения, конфликтных ситуаций. И все это, к сожалению, не способствует распространению Слова Божия среди вот этих людей, которые очень внимательно смотрят. Они религиозны. И это очень хорошо, что приезжают и придерживаются традиционных взглядов, придерживаются религиозных традиций. Потому что я создаю основу для того, чтобы при наличии доброй воли, в том числе приобщиться и к нашей культуре духовной, узнать Евангелие. И многие задают вопросы. Часто эти вопросы формулируются в критическом таком ключе, в плане критики. Вот, например, вопрос, который задают. Вы, христиане, говорят так, вы, христиане, сказили учение Библии. Посмотрите, где в Библии написано, что Иисус – Бог. Где в Библии Иисус говорит, что Он – Бог. Вот можем мы найти такое место в Библии, где Иисус говорит, что Он – Бог. Такого места нет. А как же мы веруем, что Иисус – Бог? А Он предлагает нам самим в этом убедиться, причитав Священное Писание. Об этом говорят Его апостолы. Например, апостол Фома, который, когда увидел воскресшим Господа Иисуса Христа, что он сказал? Он сказал, Господь мой и Бог мой. И Господь это принял. Также мы должны знать и послание с того апостола Павла. 9 глава, 5 стих. О том говорит, что Христос есть Бог, благословенный во веки. И в других посланиях апостола Павла мы можем найти эти слова и указать на них. Но для этого нужно знать Священное Писание. А часто выходит так, что вот, скажи нам, такой аргумент приводит, а христиане не могут даже и дать ответ в своем уповании, скрутости и благоговением, как говорит святой апостол Петр. Потому что мы не знаем своей веры. Мы не знаем своей веры, и мы не живем по своей вере. Вот еще в начале 20 века был такой показательный пример, случай такой произошел в Средней Азии. Был межрелигиозный конгресс. И вот там один проповедник христианства, возможно, это был протестант, он раскрыл одному деятелю ислама содержание Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. Нагорная проповедь нужно очень хорошо знать. Пятая, шестая, седьмая глава Евангелия от Матфея. Называется еще «Евангелие в миниатюре». И вот он рассказал основное содержание Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. И так убедительно, так красноречиво, с такой верой это учение он преподнес, что этому представителю ислама, проповеднику ислама, ему просто нечего было возражать. Он вынужден был признать, что это есть величайшие слова мудрости, божественной мудрости. И вот этот проповедник говорит, ну что же тебе сейчас мешает оставить ислам и принять христианство? Давай сделаем этот шаг. А тот ему отвечает, «Мне мешает только одно, что вы, будучи христианами и проповедуя такие высокие истины, сами согласно этим истинам не живете. Вы не являетесь последователями своего божественного Учителя». Вот эти слова, они и к нам обращены тоже, потому что сколько в нас неверия, сколько в нас такой холодности по отношению к религиозности. Вот даже взять пример. Сейчас храм наполнен, но вчера все ночные обдения, воскресные, поются такие песнопения замечательные. «Воскрестение Христово видишь», считается Евангелием. Храм практически пустой. Вот это происходит на фоне того, что мы видим. Мечети открываются, и они наполняются вот этими религиозными людьми. А мы религиозность не проявляем. Мы в храм не стремимся вот в такие важные дни, когда нужно всем христианам прийти и найти возможность посетить храм, поучаствовать в воскресном богослужении. Этого, к сожалению, нет. И чему же удивляться, что приходит другая культура, приходят другие представители других религий на это место. Поэтому мы живем в особенное время с вами, дорогие братья и сестры, которые от нас требуют максимальной сосредоточенности на духовной жизни и проявлению вот этой ответственности, в том числе перед будущим нашим поколением. В каком мире, в каком религиозном мире будут жить наши дети, те, кто придет за нами. И пусть вот этот вдохновенный пример преподобного Силана Афонского, который, он не был миссионером, да, но его молитва, она, как много говорит, как много она значит. И она и поныне на нас распространяется, нас вдохновляет на то, чтобы мы исполняли свой христианский долг, чтобы мы действительно были проповедниками, если не слово, но по крайней мере, жизнью, своим образом жизни, тем людям, которые нас окружают, тем народом. И вот взирая на этот пример веры, истинного благочестия, нашего отношения и к храму, и к молитве, и исполнение воли Божьей, нравственного закона христианства, который стоит в заповедях, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем твоим помышлением и ближнего своего, как самого себя». Пусть Господь управит наши сердца в любовь Божию, в терпение Христово, в том числе, чтобы в окружающих нас людях, какой бы они ни были национальности, какой бы они ни придерживались взглядов, видеть действительно образ Божий. И вот это отношение, оно, если у нас поистине будет, оно, лучше всяких слов, будет располагать окружающих нас к вере, к тому, чтобы они шли и открыли в себе этот источник жизни, который есть в Евангелии Христовом. Сохранит вас Господь своей благодатью на многое лето. Аминь. Слава тебе Божию, слава тебе Божию, слава тебе Божию. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали притчу Спаса нашего Иисуса Христа о талантах, о том, как некий господин, имеющий рабов, каждому по, как считал сам господин, возможностям, по силе, дал каждому разное количество талантов, то есть денег в понимании притчи. И эти таланты каждый из получивших употреблял по своему усмотрению. Двое из них их дали ростовщикам, чтобы впоследствии с лихвой их разземеть обратно, а третий закопал землю. По приходу господина обратно в свое имение он с каждого из них спросил. Оба первых получивших таланты, которые не закопали в землю, вернули господину таланты вдвойне больше, чем получили. Но что интересно, что получили и награду одинаковую. Ведь господин не смотрел на то, кто больше, кто меньше принесет ему дохода, даровал обоим одинаковую заслугу, одинаковые возгнаждения. Третьим уже дал всего один талант, который он закопал в землю и, как мы слышали по Ивановскому чтению, впоследствии наказал его. За что же наказал господин этого раба? Он явно и четко проговаривает лукавый и ленивый раб. Вместо того, чтобы этот талант как-то попробовать, как-то хотя бы рискнуть увеличить или хотя бы его отдать обратно в том же состоянии, он что делает? Он начинает обвинять своего господина. То есть из-за страха, из-за лукавства своей, из-за своей лени, он не стал этот талант, одну единицу денег давать ростовщикам или как-то пускать их в пользу, а просто-напросто спрятал, потому что боялся наказания, потому что он был лукав. А лукавство это одни из самых страшных и великих проступков и грехов человечества, не только человечества, ведь сам Христос лукавым называет самого дьявола. Это тот поступок, который недостойен не то, что человека, но и ангелов. изворотливость, это ложь, это самообман, это находить причины, кого-то обвинить, только не себя, как этот раб. Обвинил своего господина, сказал ему, что ты жестокий, что ты можешь наказать за что угодно, хотя мы увидим по предыдущим поступкам господина, что наоборот, добро радует и жалует своих благих рабов, даже награждает их по разным критериям, ни судя, ни на лица, ни на достатке, ни достоинства их, ни те доходы, которые ему донесли, он каждого из них награждает. А этот лукавый ленивый раб, наоборот, обвиняет господина. Так, наш предок Адам получил наказание не за того, из-за того, что он съел с дерева познания, а из-за того, что он упрекнул Бога. Он упрекнул Господа, Творца своего в том, что вот ты дал мне жену и она мне искусила, то есть ты виноват в моем грекопадении. Перекладывать вину на кого-то другого, не на себя. Бояться взять ответственность, это и есть лукавство. Бояться поступить правильно или неправильно, даже если мы пойдем в грехи, но это боязнь и перекладывание ответственности. Искать какие-то оправдания себе. Все еще на Писании, в добрых делах. Например, многие сейчас, так сказать, пиарят свое благочестие, свою доброту, помогают на камеру близким, бедным, несчастным. А зачем это показывать на камеру? Христос ясно сказал, хотите сделать доброе дело? Сделайте это в тайне. И Господь тогда вас сдать явно. А нет, лукавый, лукавый человек, он это делает специально, чтобы показать себя, выиграть из себя. Лукавый человек будет дружить с тобой, пока ты в силе. Если ты не в силе, он тебе предаст первым, как Иуда предал Христа. Это самый тяжелый и самый ужасный грех. Вместе с леностью он ведет к погибели. Леность тоже не является величайшим достижением или каким-то способностью сэкономить энергию, как многие говорят, что я не ленивый, я просто экономлю энергию. Нет, это оправдание само в себе. Леность приводит к ропоту, а ропот приводит к смерти и вечной, и к страданиям вечным. Нужно бороться с этим всем. Например, есть такой известный святой Пимен Великий. Ой, прошу прощения, Пимен Многострадальный. Очень уникальное и интересное его житие. Этот человек родился тяжело больным и всю свою сознательную жизнь до смерти он прибыл больным, прикованный к постели. У него было официальное оправдание перед Богом и перед самим собой, что я больной, что я могу сделать? Я ничего не могу сделать, я прикованный к постели. Я не могу ни встать, никому не помочь, я даже пошевелить толком рукой не могу. Как я могу помочь? Но нет, он становится святым. Как? Он начинает молиться за ближних, он лежа прикованный к постели и исцеляет тяжело больных людей. Известно в его житии, как он исцелил брата, такого же как он сам. Он молится за больных и трудится молитвой своей. Своей молитвой он умножает свои таланты, будучи прикованный к постели. Еще есть такой интереснейший пример из жития святых, который вроде ничего не сделала. Это Мария Египетская, которая ушла в пустыню, будучи долгое время падшей женщиной. Она уходит в пустыню и о ней никто не знает, кроме потом уже в конец жизни Зосима. Ее узнал и записал и жизнь. Но пример ее покаяния, пример ее подвиженской жизни уже тысячелетиями стоит перед нами, перед христианами, и мы берем с нее пример для исправления своей жизни. Отвеличайшее умножение своего таланта, таланта покаяния. И так каждому из нас Господь дает маленький талант. Просто его нужно увидеть и реализовать. Дать возможность самому себе и Господу помочь нам. Помочь реализоваться. А как это сделать? Самое простое это искать Царство Небесное и стяжать Дух Мирен. Когда мы будем искать Царство Небесное, мы найдем и способ как это достичь. Даже будучи тяжело больным, даже будучи немощным, мы все равно это сможем достичь. У нас есть примеры Святых Отцов, есть примеры с Евангелия, есть слова Господа. Как это сделать? Не надо лукавствовать, не нужно лениться, не нужно говорить, что я больной или я немощный, не нужно роптать на врага, враги наоборот даже помогают нам в коей мере достичь этого Царства Небесного. Нужно работать над собой, работать над своей ленностью, работать над своим собственным эго, искренять в сердце гордость. И тогда мы увидим свои таланты и сможем помочь ближнему, и сможем достичь Царства Небесного. Господь нам поможет, лишь бы сделать первых пару шагов, даже не пару, один шаг сделать Ха Христу, и мы, и Господь нам поможет, и мы достигнем Царства Небесного. Главное сделать этот шаг, не бояться, не лениться, и не врать самому себе, что кто-то виноват в моих несчастьях, виноваты только мы сами. Аминь.